МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В категории муниципальный район за третье место в региональном конкурсе за лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту жительства в рамках реализации областного проекта дворовой практики в номинации «Мы вместе». Поэтому мы будем продолжать в том же блоке и стремиться к первому месту. Значит, по традиции я начну с данных о эпидемиологической обстановке. Вчера на районном уровне было расширено совещание, на котором эта тема также обсуждалась достаточно подробно. В общем-то, у нас достаточно тревожная ситуация не только по ковиду, я, значит, отдельно ставлю, но и рост острокишечных инфекций среди населения нашего городского района. По линии ОРВИ отмечаются признаки начинающейся эпидемии. Гепатит А, значит, так называемый внебольничный пневмонит, диагноз вылечился в три раза, турбоверкулез в два раза. Значит, по ковиду 23 случая гриппа. То есть грипп тоже присутствовал. Значит, по району за неделю 155 подтвержденных диагнозов. Обращаю внимание, что предыдущей неделе цифра была 113. Мы как бы в маленькую, другую сторону пошли. Уже, значит, по заложью везде 7 заболевших. Значит, закрыто 7 групп в 7 садиках, 3 класса в 3 школах. По заложью в садике 23, 52, 48 и вчера 50 по одной группе закрыто. Из школ в заложье закрыт только один класс в школе номер 8. Значит, соответственно, обращает в себя внимание уровень вакцинации. У нас по-прежнему с низким уровнем окружающей традиции ТВК. Но отдать должное, в сравнении с предыдущими периодами, значит, цифра у них сейчас 54 и 1700 процента. Да, Валерий Иванович? Работа среди ученевых, я так понял, у вас достаточно активно и продолжается. 57, 48. Да, 57, 48 я не тут очень посмотрел. Значит, ну, у нас военный учетный стол отмечает достаточно низкий уровень. Библиотечная централизованная наша система для Валерий. У вас просто переболевших много. Ну, вы, я помню, вы говорили... Ну, есть у них сертификаты, мы с вами заболевались, поэтому, как бы, у кого-то есть медотводы, у троих, по-моему, человек, так что... Мне правило, что вы думаете, что держите этот вопрос на ежедневном контроле. То есть, где-то, где-то являетесь по оправдану, а он идет вакцинированность, так? Так, так. Спасибо, присаживайтесь. Владимир Викторович, по оружию КХ у нас процент тоже низкий. Вы за неделю какими успехами порадуете нас? Успех? Да, главный бухгалтер показал пример, пошла вакцинироваться. Но сейчас по средствам массовых информаций идет такая информация о том, что можно пройти обследование на предмет выявления этих положительных... Антител. Антител в организме сейчас, они, хотя первое, пройти специализированные медицинские учреждения, будем сейчас направлять их, чтобы они прошли на выявление антител первым шагом, который они будут делать, те, кто не вакцинировались. Но до конца месяца, я думаю, мы, что это самое, это работа придем, до конца месяца должно сделать. Но в год не пойдем. Хорошо, полечем. У нас трое человек закончили. Нужно вакцинацию, второй компонент. Есть еще желающие, пока состояние здоровья, позволяем. И данную работу, как вам нужно. Хорошо. Значит, следующий вопрос у нас, который стоит на сегодняшний день по городу за лужи, особенно острый, это уборка дорог и тротуаров под снег. Значит, хочу проинформировать, что работа с подрядчиком в этом направлении, как подрядчиком у нас в городсервисе Балахна. Выстраивается работа в ежедневном, в ежесуточном режиме. Выделяется, сколько есть техники, значит, столько и выделяется. У нас ежедневно работает от двух до пяти единиц техники. Это и фронтальные погрузчики, МТЗ и ПДН. Значит, случались у нас перебои там, но это в порядке исключения, а они, как правило, выпадают на один какой-то день. Это поломка техники. Значит, у нас в определенный день там был бы, вот, на той неделе с памяти неизменили следующий, СССР, КНТЗ. Мы были вынуждены просить помочь в этом вопросе предпринимателей. Вот, большое спасибо. Откликнулся Губки Евгений, Горошков, Алексей. Александр, Ольга Павловна. Александр, Ольга Павловна. Да, помогла фронтальным покровщикам. То есть, как у нас вот некоторые представители нашего любимого населения утверждают в телефонных звонках, что город не чистится. Вообще-то не соответствует действительности, потому что это я контролирую в том числе и лично. Вот, но с учетом, если вы помните, достаточно сильного снегопада, который продолжался на протяжении трех дней, город абсолютно полностью вычистить в короткие сроки невозможно. Значит, у нас остро стоял вопрос на той неделе, и мы его решали по тротуару. Дело в том, что вы понимаете, вот где смог натальный погрузчик залезть, особенно это касается центрального нашего района, почистили. Значит, МТЗ, где смог зайти, потому что в очень многих тротуарах габариты трактора не позволяют и прочищать тротуар полноценно. Значит, тоже сделали. Значит, дошло до того, что в некоторых местах, вот у нас МТЗ применялся так называемый петушок, там даже балкон мешает ему полноценно прочистить тротуар, и МТЗ в субботу особенно применялся, ну и сегодня я контролировал лично в шестерах, значит, где габариты позволяют пройти, там, значит, все очищается. По сообщениям ГДДС особо жители жалуются и просят, вот уже третий день называются одни и те же четыре улицы Топововского, Единеева, Пирогово и Советское. Вот сейчас я попрошу эту предоставлю Солу Владимиру Витальевичу, который по этим улицам конкретным песням сюда показателям. Значит, как ситуация постоит на сегодняшний день? Пожалуйста, Попововского. Я, Манек, сейчас еще оступочку сделаю небольшую на предмет сбоя техники, потому что мы должны понимать, что у нас техника с минус 15 до минус 20 как бы она не заводится из-за качества соляра, но в 16, в минус 16 все-таки наши подрядчики выходили, в минус 16 мы всегда выходили работать. Что касается тротуаров, у нас на тротуарах работает коммунальщик, МТЗ, специализированные техники, которые предназначены для именно расчистки тротуаров. Тротуаров, это у него отвал, у него эта самая щетка есть, но она не проходит во многих местах у нас по нашим тротуарам. это чем затруднено? У нас растительность, те посаженные клены, тополя, они с каждым годом все больше и больше, как бы выводку мы производим все меньше и меньше с каждым годом. И нам приходилось вот вчера, буквально вчера, позавчера у нас один человек шел спереди трактора, вставал на ковш, его поднимали, выпиливал, прям выпиливал кустарники по ходу движения, техники. И мы на сегодняшний день всю территорию защищили для прохождения техники. На сегодняшний день, что касаемо по конкретным улицам Веденеева, сейчас должны закончить Веденеево-Горовтье, приступить без 15-10 приступить к минерану, с двух сторон в центре прочищено, по сторонам оно вчера очищилось, то есть сегодня нет еще не почистили, они будут прочищаться. Советские вчера прочищали до пол пятого, сегодня будем продолжать прочищать, то есть новый снег, который где-то вышел 3 сантиметра, будем вычищать, то есть жалоб таких вот где-то там застрял, техники у нас как бы не приходило. Работаем в ручном режиме, как все варень сказал под личным контролем и как исполняющий обязанности главного администрации и как я как директор оружия ГХ телефоны службу 05 перевожу себе на телефон, то есть даю свой личный номер и как бы у нас обратная связь жить не есть. Есть конечно сложные места, мы их как бы пытаемся, благодаря управляющим компаниям, которые показывают недоработку нашим, стараемся своевременно реагировать и выполнять этим нарушениям. Что касается по вывозу снега, мы приступим в субботу, в субботу будем ввозить снег, который мы начислили, то есть снегопад у нас еще один сегодня будет, потом будет промежуток, будем расчистка с днем осы, окучивание и будем ввозить в субботу снег. В субботу и воскресенье будем проводить техникой двумя фронтальными погрузчиками и два самосвала будут работать. Работа с жителями идет очень хорошо благодарность всем управляющим компаниям. Спасибо за поддержку, за самовратную связь. Владимир Витальевич, можно вопросить? Конечно. Мы уже обсуждали это перед началом зимнего периода, жалобы поступают от жителей, в основном конечно от автомобилистов, съезды с центральных дорог в сторону квартальных домов. Как не чистили в прошлый год, опять эти бордюры остаются. Согласен. Когда с центральной дорога снижаешь, по крайней мере по спектр неужели. Чтобы был процедуру расчистки дорог, немножко поняли, я тут объясняю. Первое, что мы первое с утра начинаем, то есть в ночь не с утра, а в ночь начинаем, это пускается общественный транспорт, нам нужно пустить общественный транспорт. До пяти часов мы должны пустить общественный транспорт. То есть сначала продираем, потом посыпка идет, потом соль на минимальном температуре минус 7. Ниже температура она хуже работает. Соль соляной смесь, бесполяной смесь. Мы прочищаем автобусные маршруты, потом выходим на второстепенные улицы. Что касается параллель съездов, форталы, согласен, здесь провалы есть в работе коммунальщиков наших подрядов, подряды организации. И еще информацию, всем на информацию скажу, что у нас на следующем году, 2022 год, были подгазанки управления муниципальных закупок. По нашей информации вышел один подрядчик. Один подрядчик заявился. Он заявился только в понедельник, был последний день подачи заявлений. До 10 часов он заявился пол девятого. Единственный подрядчик, который хочет изъяв желания в Нижегородской области работать в городе Заволжье. Один подрядчик. Он по освещению информация будет уточняться, я думаю, мы узнаем ее в следующей оперативке, я вам выложу. Что касается обслуживания освещения благоустройства, там вышел три подрядчика. Тоже пока не знаем, информации, я в следующей оперативке информация будет в полном объеме данных. конец января по 27 число, так, что у нас в Баку нет подрядной организации, а это нам нужно в ежедневной жизни. Это вопрос орган оставил очень остро и я в том числе и на той неделе принимал значительные усилия, чтобы, не дай бог, у нас ничего не сорвалось. Прямо заявок вчера в 10 в 0 закончился. С сегодняшнего дня начинается конкурс, собственно. То есть если у нас по содержанию дорог, ну, наверное, к счастью, вышла одна организация, если больше никто не изъявился, она автоматически становится победителем, то есть у нас первонаряд все-таки подрядчик будет, то по очереди у нас освещение у нас три изъявилось. принято так, что до конца конкурса данные не разглашаются, не принято разглашать до кончания конкурса, но понятно, что из трех кто-то один в любом случае будет победителем, то есть у нас первонаряд будет подрядчик и по этому направлению, то есть здесь слава богу все нормально пока идет поплавно. Дальше уже будем работать над качеством какие-то вопросы по этому направлению. Значит, у нас следующий важный вопрос, который считается общим, это все-таки участие в реализации программы «Баб решать», которая у нас в общем-то сконцентрирована исключительно на теме голосования, поэтому у нас к сожалению не все голосуют дружно, у нас очень низкий процент по тепловодоканалу, несмотря на то, что центральный офис помогали себе проголосовали, 16 человек это процент всего проголосовало, значит, спортивная школа «Мортор» 51%, ну, пообещали к концу срока, что обеспечить 100%, но тем не менее вот у нас две, скажем, организации, у которых низкий процент, остальные практически все обеспечили 94-100%, вот, но вы сейчас в своих выступлениях вы отдельно тогда скажете на эту тему в чем проблема и, значит, как ее решать. Кроме того, если мы коллективно не обеспечим голосование, значит, вчера тоже отмечалось на общерайонной оперативке, что пропорции проголосовавших по отношению к общей численности населения, несмотря на то, что мы лидером спасимся с планом уверены, благодаря ее заслугу, в том числе у нас больше, чем 1200 человек проголосовывало, ближайший наш соперник, это одна из дорог Никола по Гостинской сельской администрации, у них там вчера 800 чем-то было, 875, но если сравнить численность населения на той стороне и у нас, мы, конечно, проигрыши, и это отмечали вчера все, тем не менее, мы не будем зацикливаться на пропорциях, наша задача набрать как можно больше, как можно больше, и желательно, чтобы мы до 22 декабря, а времени осталось, сами понимаете, меньше 10 дней, вот, больше 2000 мы набрать должны любой ценой, поэтому я еще раз вас прошу максимально, если у вас какие-то технические проблемы, непонимание еще, какие-то моменты, пройтитесь, пожалуйста, либо ко мне, либо к стране Валярина, мы вам дуально поможем с разъяснением, кроме того, сегодняшнего дня принято такое решение, я хотел обратиться к просьбе, в первых бизнес-кубаторах ФОК и ДК заберите по одному человеку, чтобы они подошли к стране Валярина, она их обучит, как правильно надо голосовать с тем, чтобы ваших представителей, как делегатов, мы уже направляли в коллективы. У нас на сегодняшний день идет работа три учебных заведения и значительное количество предприятий, где в общем коллектив. Коллективы достаточно многочисленные с тем, чтобы помочь нам в этом вопросе. Какие-то вопросы, возражения по моему предложению есть? Да, тут планшеты. Ну, мы решим этот вопрос с планшетами иным образом совершенно не обязательно в каждом случае на руках и на руках и на планшетах. Вы выделяете человека, это не будет слишком затрата для вас, не то, что там забрали раздельный с концами. Там определенный есть план действий, соответственно, ваш сотрудник, кто-то один идет сюда, кто-то один идет сюда, кто-то один идет сюда. Вот. И таким образом будем отрабатывать. Ну, там, в день, может быть, полтора-два часа. Это выходной должен трогаться. Нет. Нет. это во-первых, на неделю, во-вторых, это не полный день. Еще раз повторю, это не то, что человек с утра ушел и больше его никто не увидел. Нет. Это конкретный промежуток времени посередине. Если нет возражений, то переходим к следующему вопросу. Значит, мы все продолжаем подготовку к Новому году. Обратили внимание, что у нас на Страдной площади елки уже установлены. Значит, планируем еще украсить площадь нашу несколькими гирляндами. 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 Значит, и сейчас, когда будет слово представлено управляющим компанией, будет, пожалуйста, упомянуть вашу готовность в вашей территории, то есть, наличие елки, украшений, наличие технических проблем тогда. Значит, тогда будем предоставить слово Валерия Иванович. На прошлой неделе велись работы на улице Пирогова, закончили, на улице Рабочей закончили, проспект Дзержинского закончили. Сегодня это по теплоснабжиме. Сегодня будут проводиться работы на рюлее 28 с включением части домов. Попытаемся организовать быстрее, потому что ждали повышение температуры, до этого не делали. У нас там целую неделю было раскопано. не останавливали, потому что мороз был. Значит, по горячему снабжению практически не было замечаний, по постановку не было. По холодному снабжению проводились работы 13-го числа до Павловского, 2-го, там 50-й труба, кусок заменили. По водоотведению, значит, так ситуация она не уменьшается, поделом 20 вызовов по минимуму за неделю. Значит, разброс по всему убору. Проводим дальше по такому. Значит, оплату долга, вчера заплатил 3 миллиона, как было сказано в последнем совещании. Значит, не заплатил. Вчера звонил мне «Газпром», чтобы показать свою лояльность, платить. я собираюсь иметь. Поэтому я заплатил вчера им 3 миллиона. Они требуют мне график, как я буду платить, но сижу, пока думаю, каким образом с ними. Все равно долг будет именуем в любом раскладе. Вот. Что касается оплаты. Значит, по оплате налогов у меня на сегодняшний день уже к оплате необходимо заплатить 18,5 миллионов это налоги 7 миллионов это авансовые платежи по прибыли миллион 445 должен заплатить администрация банда замолзи согласно положению и 9 миллионов 10 миллионов это НДС в ноябре и декабрь все это должен заплатить согласно положению всем до 28 декабря но естественно я это не заплачу есть уже налогов инспекция подтверждения по плате налогов ну то получится значит по платежам закрыл задолженность за ноябре с электриками они еще тут не пытались что-то отключить будем сейчас с ними как-то договариваться как уже сказал 3 миллиона заплатил моторному он заказывал 3 миллиона газа у меня просьба вчера связывался я с Алексеем Ивановичем с просьбой по бюджетным организациям здесь он тоже бюджетным организациям присыл если есть возможность заплатить декабрь декабря это маловероятно конечно но если есть такой шанс то попытаться заплатить чтобы как-то немножко сгладить эту ситуацию почему-то с бустой просто по платежам по доходу одни вот по вакцинации значит на сегодняшний день у меня 220 381 человек 220 привитые 57,7% сотрудника имеющие противопоказания при наличии подтверждений которые переболели 48 и 113 человек 29% у меня не вакцинировано то есть получается 71% у меня на сегодняшний день если вот все сложить получается как бы ну вот я надеюсь сейчас буду проводить эту появилась такая информация что если есть антитела то он как бы есть возможность получить в корр вот буду пытаться с народом на эту тему разговаривать вот по вам решать ничего прокомментировать нам будет заниматься сейчас гирлянды я часть повесил чаще проеду скажу где есть гирлянды не повесил на фильтрастанции на ЦТП у нас покупали гирлянды надо проверить целостность все вкратце скажите еще раз по ЗМЗ значит сколько в декабре проплачено сколько планируется еще до конца месяца значит как было на последнем совещании требование господина Горевого было такое заплатите ему 9 миллионов 9 миллионов с разбивкой по неделе что 24 или 27 числа этот платеж если будет он не будет считаться в зачет и кроме этого еще и взаимозачет и того получается я должен заплатить где-то 12 миллионов 200 такая история сколько я заплатил сегодня 3 миллиона ну то есть это первый платеж в декабре ну да потому что он как бы диктовал он же прислал бумагу об ограничении до 17 числа значит готов сделать ограничение через неделю полностью отключится бумага она у меня живая она у меня есть в завещании тоже прислали бумагу про 24 то заплатить 5 миллионов 700 за октябрь долг который был значит тоже обещают с 1 января ограничено то есть все подходят таким образом такое ПЗМС планирует как-то на этой неделе еще на следующей неделе платить все зависит от платежей потому что ну как бы из практики известно что в декабре как правило люди не так платят активно как-то после ноября если из как ноября это был вообще нормальный плат видимо в празднике на носу это рассчитывают поэтому надеюсь что как-то разорван эту ситуацию ну она конечно Вы после практики расстанетесь или сейчас обсудим еще эти символы давайте значит так Людмила Васильевна по двум основным управлением идет работа на этой неделе в подготовку к новому году с 21 по 31 числа все учреждения дворца культуры все подразделения полностью работают на разных категориях населения то есть с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с 21 числа у нас работает музей энергетик полная запись у нас идет на мероприятие новогодние средние старшие школы и взрослое население работает ДК 1 Карапати в 17 в эту пятницу и у нас поэтому все вечера еще идут определенные качества репетиции по свету по музыке по костюмам и так далее то есть мы работаем с новым годом кроме того мы украсили все свои учреждения плюс территорию около учреждений в этом году в этом году мы привели 200 дополнительных метров гирлянд и украсили елки около ДК то есть мы покупали раньше 240 и в этом году 200 метров то есть почти полкилометра гирлянд мы вывесили на живые елки около дворца культуры и восстановили все освещение у энергетика по Пушкинской карте 10-го числа будет регион мониторинг областной и выяснилось что дворец культуры города Заволжье мало того что мы работаем и обслуживаем самое большое количество подростков в городецком районе мы обогнали по количеству обслуженных подростков в Палахминский Сокольский Чкаловский Семеновский все посещающие районы больше чем мы не обслужит подростков никто только на один день мы обслужили 440 человек по Пушкинской карте это музей и дворец культуры кроме того у нас уже Куркина билеты по Пушкинской карте на 17 число на 22-й музей на 8-й января дворец культуры то есть по Пушим и лучше всех на север нижегородской области только наш дворец культуры кроме того у нас было огромное выездное мероприятие в пятницу наша концертная бригада выезжала на юг нижегородской области и в декаду инвалидов мы провели бесплатный показ в кинотеатре энергетики есть ограниченные возможности в принципе если нужен от нас человек может быть у меня такое предложение может мы в энергетике поставим нашего человека кто будет во время сеансов перед сеансами как бы отслужить по вам решать у меня пока такое предложение если это возможно если невозможно то ваш человек потренирует с планом варень как что делать и тогда этот формат тоже может быть сейчас хрена хорошая люди пошли в кинотеатр то есть какое-то количество населения может проголосовать потому что деками уже никого за прошедшую неделю художественной гимнастики областные соревнования на кубок олимпийских чемпионок первых мест два вторых четыре третьих мест три и до седьмого места пять мест в гимнастике награждаются семь первых мест плавание проведает первенство ТНБУ Заводский ФОК баскетбол проходил всероссийский турнир среди ветеранов посвященный 80-летию обороны Москвы в городе Москва сборная области заняла второе место в составе сборной команды выступали два наших игрока это Красаков Сергей и Чебиряев Игорь и бокс юношеский турнир областной город Держинск первых мест четыре и вторых мест три готовимся к открытию снег нам помогает объем работы очень большой но в принципе у нас все как бы распланировано волнует только один вопрос это футбольное поле которое мы чистить сами не можем а подрядчик пока по большому счету никаких активных действий не принимает после вчерашнего разговора вот я с ним разговаривал убеждал его что не нужно ждать там свою технику когда она отремонтируется он на нее надеется хотя ему даже фильтра еще не прислали он кормит каждый день завтраками нужно просто нанимать другую технику и заниматься полем снега очень много я ему предложил занять два погрузчика один чистит и два самосвала вывозить туда к нам за угол тут недалеко метров 300 не больше то есть два самосвала как челноки они весь снег могут вывести это все реально если начать работать ну наверное практически с сегодняшнего дня потому что снег будет подсыпать будет он идти до понедельника и понедельника тоже включительно а обильные снегопады если еще к этому добавить что есть и никаких действий не принимать то просто убрать этот снег будет нереально что он думает и как думает на эту тему у него непонятно Михаил Николаевич что касается подрядчиков вчера вечером с ним разговаривал сегодняшнего дня одну единицу техники он выделяет но там видимо это уже другой источник а не тот который он там планировал значит начнет потихоньку работать далее значит ему рекомендовано мною привлекать договоров подряда соответствующую технику на что он дал согласие значит я его сориентировал на наших заложских потенциальных подрядчиков которые готовы заключить договорные отношения и приступить к российской но у меня вопрос что касается так скажем трибунной территории там наш вопрос у нас стоял по уборке остатков строительного мусора значит по уборке мусора я разговаривал вчера с подрядчиками с двумя подрядчиками которые там ну скажем так на мусоре вернее не убрали с собой сегодня они вот жду их там оставил строгном чтобы он был как бы на стрёме они должны подъехать мы обговорили что сегодня весь мусор они вывезут ну вывозить будет наверное один но расходы как бы на это дело он разделит между всеми там троими или вернее двоими тот который наш заводский который ремонтировал входную арку он за собой все уберет я сейчас 3 метра рестивкой заезжал туда и да там у него люди стоят убирают свое он все уберет то есть остается те которые делали трибуны и вот Армада Дмитриевича но еще раз говорю я его жду мы с ним договорились товарищ Корнилов такой должен подъехать сам он сказал подъедет там никого присылать не будет подъедет конкретно сам вы на какое-то время говорили ну до беда он сказал точно мы тоже до беда подъедем там по результатам его приезда проинформировали с нами хорошо обязательно подъедем Сергей Николаевич по лошади состоялись в середине игры в школе играл в Казани первую игру выиграл 3-1 Абуду проиграл 0-1 стреля Казань на ПФО на область играла тоже часть команд 7-8 обыграла юно-мужний Новгород 10-й Семенов юно-си 9-1 обыграли Семенов обыграли 9-2 на город на первой сниженом Новгород 11-й год мотор проиграл торпедо 11-й 36 12-й год обыграл торпедо 12-й 9-1 13-й год проиграл 12-й году юности 2-10 также у нас принимает участие команда сэклосезонного хоккейный клуб Заволжье собранная из ветеранов любителей хоккея города Заволжье играет анимат в Кеневском городе обыграли 2-1 что касается значит голосования проголосовало 24 человека из 41 работника причину остальных будем сейчас выяснять почему не проголосовали дальше значит плюсом мы в соцсетях наших школьных и также в районских группах выложили пошагово голосование голосовать по вакцинации значит у нас вакцинации 28 человек переболело трое антитела один и там еще 9 человек будут в декабре тоже вакцинированы что касаемо ворот ворот установили задней части стороны садов все полностью утром они открываются перед началом тренировок после тренировок они закрываются интервью по итогам далее новости до волжья у меня все у нас такое мероприятие планировалось как открытие стадиона вы соответственно тоже вовлечены участвуйте в этих мероприятиях планировано или вы пока не проинформированы проинформировано просто что там пока у меня требуется на конкрете пока еще как бы не обсуждали сколько да во сколько вы думаете взаимодействуем между собой или мы взаимодействуем вчера Сергей Николаевич я сказал что на сегодняшний день требуется после оперативки наговорились с ним более конкретно все это хорошо по людям и по одежду понятно так и дальше подойдем или валют у нас как бы два основных направления это по эпилеям Некрасова и Достоевского 200-летие обоих писателей цифры мероприятий проводятся в библиотеках четыре мероприятия по каждому писателю готовим большое мероприятие с техникумом типа своей игры 200-летию Достоевского также была знаменательная дата День Героев Отечества 9 декабря четыре мероприятия подготовлены и онлайн и оффлайн 10 декабря в Центральной Библиотеке прошла отчетная встреча членов первичной организации Всероссийского общества инвалидов города Заволжья очень душевно очень тепло прошла встреча представители из городецкого из городецкой организации приезжали отчитались о проделанной работе как в городце как в Заволжье так по району по планам на следующий год поговорили у нас планируется привезти все нормально конечно будет с постановкой в феврале и марте турнир по шахматам шашкам привлекаем читателей голосованию нам решать очень помогли вот плакаты которые вы нам выдали как-то когда видишь наглядно когда ты видишь читателей наглядно что-то это уже намного проще вчера в Центральной библиотеке три человек привлекли по вакцинации я уже все говорила все нормально все решались вы пришла у нас на прошлой неделе прошли два больших мероприятия одно это заседание ассоциация в расширенном формате промышленной предпринимации городского района и второе мероприятие крупный стол при главе МСО также с предпринимателями города формат мероприятия деловой завтрак второе такое мероприятие состоится завтра там ожидается большее количество участников потому что не все смогли приехать на первую встречу хочется просто прокомментировать гражданам которые говорят что завтрак неуместно формат мероприятия и название мероприятия не всегда отражает его конечный результат конечным результатом будет подписание договора о дружестве с бизнесом благодаря которому часть проблем города социальных и муниципальных организаций будет решаться поэтому прежде чем критиковать наверно надо разобраться в сути предприниматели откликаются если кто-то не может присутствовать подтверждают свое участие в договорах с содружеством то есть на этой неделе будет напряженно в том плане что закончить мероприятие мы должны всех полностью обеспечить договорами и собрать в ближайшее время чтобы предоставить администрацию есть хорошая новость наш предприниматель социальный предприниматель получила грант по нижегородской программе от центра инновации социальной сферы да он небольшой 150 тысяч но тем не менее за вузские предприниматели принимали участие три наших предпринимательства до финала до получения гранта дошел один предприниматель а по вам решать в нашем коллективе проголосовали все с резидентами работы кто-то уже подтвердил голосование с кем-то мы продолжим работу по окончанию по нашему масштабной встрече подговором Содружества готовы еще если кому-то надо напечатать эти плакаты если удобно можно зайти в нашу группу вконтакте Заволжский бейсмакубатор у нас там размещена первая же запись информация о голосовании с генерирован QR-код по которому очень легко войти и проголосовать то есть мы всеми возможными способами тоже пытаемся содействовать увеличение проголосовавших Сергей Ильич давайте по вашей на прошлой неделе три дня усиленно работали по расчистке снежных завалов среда четверг и пятница все три дня работала техника соответственно после сегодняшнего снегопада технику тоже привлекли соответственно занимаемся расчистки продолжаем то что касается елки которая была прошлый год установлена на микрорайоне Пушкинский она сегодня чудесным образом нашлась одного из наших подрядчиков и соответственно этой неделе будем планировать ее собрать установить и по готовности елки мы как бы Владимиру Витальевичу информацию дадим там нужна будет вышка на подключение к освещению к линии освещения и соответственно как бы этим вопросом мы уже считаем что дадим Сколько вам на дней шпью установить? ну вот сегодня у нас вторник до четверга хотя бы нам чтобы время ее собрать вот сегодня заберем завтра будем там планировать уже каким-то образом а сколько единиц техники вы задействуете обычно? мы задействуем одну единицу у нас постоянно большой погрузчик один и МТЗшка на расчистке Тур-2 но она не постоянно работает мы привлекали ее один день на прошлом деле МТЗшка конкретно значит ну по вашим так скажем территориям каких-то особых системных массовых жалоб не было по вашей линии жители обращаются с просьбой вы быстро реагируете или по вашей линии вообще нет жалоба у нас было одно обращение мы его отработали а какой был адрес? Комин-11 конечно я так и думаю спасибо спасибо ну во время сногогадов также работали в рабочем режиме все три дня работал большой погрузчик по расписке дворог территории и межквартальные даже захватывали дороги работали дворники дополнительно работала у нас лыжка с поспеванием наледей и сосоли и сегодня продолжаем данные работы и также работаем с подводником вакцинация на предприятии 80 процентов елку игрушки подготовили завтра наряжаем на финском поселке единственное что у нас елка остается без гирлянды но она была без гирлянды остается без гирлянды мы вешаем только на входе непосредственно в этот сквер поскольку елка маленькая далеко стоящая от опоры поэтому гирлянду на будущий год надо запланировать подводить подземным кабелем подключить то есть если сейчас допустим вам дать гирлянду вы все равно не сумеете подключить нет когда раньше елка ставилась высокая метр там 5-6 мы ее подключали от уличного освещения тянулся длинный кабель от опоры и подключали от уличного освещения на высоте а сейчас елка ростом чуть ну 2 метра меньше поэтому какая гирлянда подключать если кабелем или здесь можно сверху Ваня Витальевич а у нас самая короткая гирлянда она наверное будет в самом деле не велика да конечно даже понятно ну ладно в любом случае надо предусматривать не на этот сезон так на следующий в любом случае надо предусматривать не будем обсуждать вопрос о полноценной елке двухметровой и в том числе о каком-то прокладке кабеля для регулярного подключения нет она там пассажная она там будет расти поэтому она сейчас пока еще маленькая ну надо использовать специальное удобрение для ходя где навоз в машине машины понятно я хотел бы обратить ваше внимание все-таки на качество прочистки дворовых территорий потому что в некоторых местах в вашей зоне ответственности там вроде прочищено но как будто это было два или три дня назад вот и некоторые жители по центральному ну вот просто смотришь сводки да диспетчерской опять люди говорят в районе не прочищены предмомовые территории не конкретизируют конкретные адреса но тем не менее просто обратите внимание там объездом может там ежедневно делать смотрите где и как прочищено все и прочищено хорошо Евгений Михайлович работаем в штатном режиме после на прошлый день после снегопада в течение двух дней очищали длинную территорию привлекали инфекционную техну всего после всевышнего снегопада на сегодняшний день привлекли две единицы работает техника на Рождественском микрорайоне и микрорайон на строительной все движения естественно 100% по новогодней елке совместно с городом вопрос решили по подводу электричества к ней сейчас подготовлены гирлянты подготовлены игрушки в течение сегодняшнего завтрашнего дня елка будет готова по готовности доложу хорошо спасибо Юлия Олеговна работают 11 дворников два трактора по очищению домовых территорий также работает бригада по очищению крыш от сосулек и навесов от снега сегодня планирую елочку наведить на детской площадке я напомню помните мы говорили с вами о необходимости по правой стороне кабель там гирлянда она не рабочая подпитана от уличного освещения нужна нужна вышка чтобы висеть ну у вас вроде вышка с проблемами в рабочем порядке все снег почистили после обильных снегопадов сейчас Сейчас занимаемся крышей, сосульки забиваем. Жалоб вроде от жителей таких серьезных нет. Реагируем, стараемся сразу. На сегодня технику не заказывали, работает пять дворников. По елке, совместно с чекавской управляющей компанией, планируем до выходных дней. Подключить гирлянду там невозможно, потому что, как и в Матильском поселке, елка невысокая. И поэтому, висящий над ней кабель, он просто будет составлять угрозу. А подвода электричества там нет. В двух словах все. Понятно. Спасибо. Ну, вы имеете в виду маленький коммулятор подъем? Может, есть такие? Да. Ну, они бы нас тащили. Да. Ну, они бы нас тащили. Ну, сразу. Павел Федорович, по лучшей линии. Павел Федорович, по лучшей линии. Небольшая наветка такая, где поставить что-то, наверное, там, аккумулятор и все что-то, ну, наверное, на эффект. Да. Вот. На этой неделе мы ее планируем украсить. Там все в работном порядке, жалоб нет. Понятно. Спасибо. Значит, Иван Дмитриевич, технику. Ну, обучение идет в обычном режиме. Одна группа у нас на карантин и на карантин. Дистанционный фонд обучения по ОРВИ. Больше шести заболевших в группе. Всю прошлую неделю, вот сейчас до 15-го, ездили десять участников на чемпионат рабочей профессии «Лоскилз» в Нижний Новгород. Ну, думаю, будут победители. Узнаем только завтра. Так, в целом, готовимся к праздникам. Репетируем объезд по детям сотрудников и новогодние мероприятия для детей сотрудников в техникуме. Хорошо. Спасибо. Вернись. На этой неделе с 13 по 19 декабря мы продолжаем публикование официальных материалов Думы администрации города Заволжья. Итоги года и главные задачи. Материал будет в заседании Ассоциации промышленников и предпринимателей, который приходил в Заволжском бизнес-инкубаторе. Материал из музея по истории города Заволжья «Музей собирает друзей». Информация о мероприятиях Совета молодежи города Заволжья с многодетными семьями. О работе волонтеров города Заволжья продолжаем цикл материалов. Информация отдела полиции о преступлениях и мошенничестве, которые произошли за неделю. Информируем о мероприятиях, которые проходят в Нижнем Новгороде, как в новогодней столице России. С итогового собрания общества инвалидов, который проходил в Заволжской библиотеке центральной. Информация с публичных слушаний по бюджету города Заволжья. Информируем о награждении юбилейной медалью тренера Заволжского ФОКа Беловой. Информацию на первой полосе даем такую, якобы привлекательную, по программе вам решать о том, что до 22 числа нужно будет проголосовать. И начинаем публикацию материалов об итогах работы муниципальных бюджетных учреждений. Начинаем с спортивной школы «Мотор». Интервью будет с директором в следующем номере. И хотела бы обратиться ко всем. 25 декабря завершается подписка на газету «Новости Заволжья». А вот сегодня, 14 числа или 15-го, еще будет продолжаться декада подписки. Она идет по сниженным ценам – 401 рубль. А уже с 17-го числа по 25-й – 460 рублей. Поэтому просьба подписать своих сотрудников и выписать газету для учреждений. Газета «Городецкий вестник» продолжает знакомить своих читателей с событиями, которые происходят в Городецком районе. Главным событием прошлой недели стали Дни памяти Александра Невского, которые в Городце были отмечены несколькими мероприятиями. Прошел молодежный форум «Имя России» Александр Невский. Участники форума два дня жили в лагере, в здравительном лагере «Сокол», а заключительное мероприятие прошло 10 декабря в ДК «Северный». Международная дипломатическая конференция «Александр Невский между Востоком и Западом» прошла в Федоровском монастыре. Все это было освещено в газете. Кроме того, была подготовлена литературная страница, состоящая, которой были напечатаны стихи наших местных поэтов, посвященных Александру Невскому. Продолжается проект «Сто лет в ста номерах» 2012, 2013, 2014 год. Мы вспоминаем. Кроме того, был материал о том, что бизнес-инкубатор в городце сменил адрес и какие там произошли изменения. В Страчковской средней школе исполнилось 50 лет. Об этом юбилее тоже была статья. А также о Центре социальной помощи в городце. Еще прошу материал о электронном ресурсе, который называется «ГИС ЖКХ», в котором жители могут получить информацию о состоянии ЖКХ по всей стране. Готовятся в печать. Мною подготовлены два материала о мероприятиях, которые состоялись на прошлой неделе в бизнес-инкубаторе «Деловой завтрак» и «Ассоциация промышленников и предпринимателей». Материал о реконструкции Заволжского стадиона. Два материала о музее нашем Заволжском. Это «День дарителя» и интерактивная программа «Тайны старого гаража». О литературном вечере в школе номер 15 и о финале районного конкурса «Год добра 2021», который состоялся в молодежном центре Градецкого района и в котором принимали участие наши заволжские ребята тоже. Спасибо. Ваши коллеги, у кого какие вопросы есть? Мы заканчиваем наше оперативное совещание. Я хотел еще обратить ваше внимание всех на необходимые рассматривания вопросы об украшении фрасадных зданий Заволжений, офисов ваших к новогодним праздникам. То есть в гирляндах какие-то игрушки могут быть подлить на стекло. То есть праздничное ополнение должно присутствовать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...